Здравствуйте! В центре политика я Алексей Рожин. Начнем по традиции с рейтингов, составленных экспертами агентства политических новостей Нижний Новгород. И вот тройка лидеров. На первой позиции Сергей Рогожкин, заместитель главного редактора газеты «Московский комсомолец». Получил назначение на должность министра внутренней региональной и муниципальной политики. Эксперты подчеркивают, что стать министром выбранный год, это значит получить огромный кредит доверия со стороны губернатора. На второй строчке Валерий Шанцев, губернатор Нижегородской области. Правительство региона направило в Федеральное министерство промышленности пакет импортозамещающих проектов для получения финансовых льгот. В сложных экономических условиях регион ищет новые возможности для развития собственного производства. На третьей строчке Олег Сорокин, глава Нижнего Новгорода, принял участие в заседании общественной палаты, еще раз показав открытость и готовность к общественному контролю в любых законных формах. За это главу Нижнего Новгорода уже поставили в пример мэром других городов. Теперь о неудачниках. На первом месте Татьяна Шмакова, директор департамента градостроительного развития и архитектуры Нижнего Новгорода. Покидает администрацию. Эксперты считают, что в целом она неплохо справилась со своей работой, хотя были и откровенные неудачи. В частности, провалила работу по передаче инвесторам объектов культурного наследия. Ну и ее недавнее публичное заявление о том, что решение инвестсовета при губернаторе можно купить. На второй строчке Олег Кондрашов, глава администрации Нижнего Новгорода и президент хоккейного клуба Торпеда, который вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина. На сайте команды Олег Александрович появлялся всего дважды перед началом сезона и во время поздравления самого себя с днем рождения. Реальной работы в клубе не видно, по сути, провалена вторая половина регулярного чемпионата. Да и прокуратура Нижнего Новгорода рекомендует Олегу Кондрашову обратить внимание на уборку снега. На третьей строчке Павел Помилов, директор МКУ, центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода. На Молитовском мосту установили знаки ограничения скорости, теперь там можно разгоняться всего до 40 км в час, но все сделано не по ГОСТу. Знаков на въезде попросту не видно, зато письма счастья приходят автолюбителям исправно. Специалисты уже советуют обжаловать каждый подобный штраф в суде. Ровно за полгода до единого дня голосования мы начинаем серию публикаций, посвященных выборам. На сегодня тема социологии. Можно ли доверять рейтингам и самим социологам? В студии столицы Нижний социолог Александр Прудник. Александр Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. У меня самый первый вопрос. Социология давно уже вошла в нашу жизнь, мы часто слышим различные рейтинги, опросы и прочие-прочие вещи. Так что же такое социология? В самом общем виде социология это наука об обществе. Это новая наука. Она появилась только в 19 веке. До этого общества, даже никто не представлял, как оно выглядит, из чего оно состоит. И социология, она изучает с одной стороны общество, а с другой стороны, если углубленно посмотреть, оно изучает структуру общества, из каких частей состоит общество и как они взаимодействуют между собой. Вот это этим и занимается социология. Ну а поскольку вот эти структуры общества это большие группы людей, которые связаны общими интересами и которые конкурируют или сотрудничают с другими похожими группами людей, то социология, она опирается на изучение этих людей, то есть на сбор данных и количественный сбор данных. А раз это количественный сбор данных, то при анализе и обработке этих результатов используются методы математической статистики. Вот когда появилась математическая статистика, вот когда появилась возможность проверять эти полученные знания и их верифицировать, в том числе и проводить презентацию, в том числе и в числовом выражении, вот тогда социология и стала наукой. Откуда появилось вот это мнение, что социологии доверять нельзя? Это все-таки какие-то устаревшие технологии или есть люди, которые могут неправильно интерпретировать полученные данные? Широкая общественность в публичном медиапространстве имеет дело с очень ограниченной частью социологии. Все имеют контакт с социологией только когда публикуются рейтинги и только когда она используется в предвыборных кампаниях. Но мы должны понимать, что социология, та, которая реально была проведена, та, которая, знание которой было получено, оно действительно используется, но только его какая-то часть затем транслируется в публичное пространство. Вот из-за этого, скажем, представление о социологии дискредитируется. Но это именно представление о социологии в массовом сознании. Мне как раз таки интересны рейтинги. Давайте поговорим о них. Рейтинг доверия. Что это такое? Когда речь идет о рейтингах, очень важно всегда смотреть, какое содержание в понятия вкладывается. Например, рейтинг доверия. Чаще всего рейтинг доверия задается очень просто. Насколько вы доверяете следующим и перечисляется политикам, например. Вся хитрость заключается в том, что когда мы спрашиваем простого человека, насколько он доверяет, то человек этот воспроизводит не свое знание, не свое сформированное представление о политике, а то, что ему было внушено через средства массовой информации. Когда предъявляют, например, претензию к некоторым губернаторам, что они слишком много тратят ресурсов на свое медийное обслуживание. Говорят, вот такой-то губернатор потратил столько-то десятков или сотен миллионов на то, чтобы продвигать себя в интернете, на телевидении. Они делают это совершенно сознательно и правильно. Пиар предопределяет то, как тебя будут воспринимать, как к тебе будут относиться. Те, кто это игнорирует, те, кто в это не вкладываются, в конечном итоге все равно проигрывают. Александр Васильевич, а как следует относиться, например, к опросам в интернете или, например, к опросам на телекомпаниях, которые проводятся интерактивные? Это вопрос о технологиях. Да, они к социологии не имеют вообще никакого отношения. Они по форме воспроизводят социологию, а по сути нет. Потому что социология предполагает наличие строгих процедур. Процедур отбора того, кого мы опрашиваем. Процедуры того, как мы опрашиваем. Процедуры затем обработки полученных результатов. Сбой на любом из этих этапов полностью дискредитирует, нивелирует полученные результаты. Например, в социологии существует такое понятие выборка, то есть выборочная совокупность. То есть, например, в Нижнем Новгороде живет больше миллиона человек, их же всех не опрашивают. Получают какой-то результат, опрашивают тысячу человек. Очень важно ведь опросить именно таких этих тысяч человек, чтобы вот эта модель тысячи воспроизводила... Модель миллиона. Этого миллиона. Александр Васильевич, спасибо вам большое за интервью. Пожалуйста, до встречи. До встречи. На этом все. Ставьте лайки, делайте репосты. Увидимся ровно через неделю в Центре политика.